Йеллоустонский национальный парк ежегодно привлекает миллионы туристов. Но мало кто из них знает, что помимо знаменитого гейзера Старой Служака, у заповедника есть и история, которая насчитывает 11 тысяч лет. Это история индийских племен, населявших эти земли до прихода европейских переселенцев. Когда Йеллоустон был объявлен национальным парком, индийские племена были изгнаны, а официальная история парка с тех пор подавалась как подвиг открытий, совершенных белыми людьми. Сейчас в заповеднике впервые за 150 лет разбили вигвамы, и теперь историю первых людей на этой земле рассказывают их потомки. Юбилейные торжества в этом году включают культурные и общественные мероприятия, посвященные изучению истории американских индейцев. Насильственное выселение племен с территории Йеллоустона в Монтане и Вайоминге началось в конце 19 века. Семья Вайнона Тиндор, принадлежавшая племени Шашонов-Баннаков, было изгнано одной из последних. «Моя бабушка просила меня не приходить сюда и не рассказывать о том, что случилось с нашей семьей. Для нее это очень болезненные воспоминания, которые вызывают много эмоций и по сей день. Это были ее родные места, но ей велели уехать и никогда больше не возвращаться. С тех пор она ни разу не ступала на эту землю». Юрист и художник Эван Томпсон наглядно демонстрируют, как племена через суд восстанавливают свои исторические права на охоту в этих угодьях. Вместе с другими местными художниками он подготовил экспозицию из переработанной бумаги, повествующей об этих усилиях. «Я бы назвал эту конторскую живопись полутрадиционной формой искусства равнинных индейцев. Исторически сложилось так, что мужчины делали военные записи, рисуя их на коже, часто на вигвамах или на военных рубашках. С введением системы резерваций, и исчезновением бизонов, шкуры этих животных, которые традиционно использовались для этих целей, стали очень редкими. Наши люди должны были ездить в форты и другие места, чтобы получить бумаги и оставить личные исторические записи для своих семей». На одной из церемоний, посвященных празднованию населения индейцев Йеллоустоуна, сопрано Кристин Канг из племени Москоги представила свою композицию под названием «Возвращение Земли». «Очевидно, что наши народы не вернутся жить в Йеллоустоун. Сегодня это национальный парк, но мы хотим, чтобы наша культура была известна миру, и мы хотим, чтобы племена, которые когда-то населяли эту землю и всю Америку, ассоциировались не только с резервациями, казино или трубкой мира. У нас глобальное культурное наследие, и у нас есть много жизненно важных для нас вещей». Художница из племени северных Арапаху и северных Паютов Пати Бельдес выполнила композицию из ивовых ветвей. На ней бизоны и индейские семьи, включая пары матерей и дочерей из разных племен, исполняют ритуальный танец. «Многие годы я и не знала, что чувствовать. Все индейское было либо музейным экспонатом, который нельзя трогать, либо туристическим аттракционом. Очень важно, чтобы мое поколение люди, имеющие связь с этой землей, уверенно ступали по ней, помня, что им есть, чем гордиться». Директор парка Кэм Шолли говорит, что никто не может рассказать историю индейского Йеллоустона лучше, чем люди, чьи предки там жили в единении с миром природы. «Они жили здесь задолго до того, как эти места стали заповедными. В канун 150-летнего юбилея парка мы проделали большую работу вместе с потомками этих племен. Все эти народы помогли нам лучше подготовиться к празднованию. У Национальной парковой службы США есть обязательность рассказывать американскую историю, как о всем хорошем, так и о плохом». Глава Йеллоустонского национального парка отмечает, что диалог с потомками жителей этой земли должен быть не разовым мероприятием в честь годовщины парка, а точкой перезагрузки, после которой коренные народы будут все больше вовлечены в сохранение истории природы Йеллоустона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова